В канун 74-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне руководители цехов, председатели цеховых комитетов и ветеранских первичек лично чествовали своих бойцов с памятным днём. Двое из них многие годы трудились в цехе номер 31. К ним с низким поклоном и благодарностью за День Победы отправился начальник 31-го цеха Константин Носков. Сегодня мы посетили наших двух ветеранов. Это, конечно, событие, как всегда, трогательно и приятно их видеть в здравии, что сегодня получилось поговорить, пообщаться, узнать их новости. Приятно, что интересуются цеховыми делами. Первым принимал гостей Николай Сумской. Начало войны Николай Прокопьевич помнит очень хорошо. Ему было 15 лет. Жил он тогда в деревне Дмитриевка Рокетянского района Курской области. Помнит он и тот день, когда в родную Дмитриевку пришли фашисты. Помнит, как был проводником у разведчиков, как стал минёром в партизанском отряде, в составе которого воевал до 43-го года, пока его не контузило. Отлично помнит Николай Прокопьевич и тот момент, когда пришла весть о победе. Кричали, плакались, смеялись, кто что делал. Всё было. С радостью встречали посланцев родного 31-го и в семье Павловых. Фронтовик Павел Алексеевич и его супруга Тамара Михайловна счастливо прожили долгие годы. Только вот помогать им сегодня особо некому. Внук и правнуки живут в областном центре, а потому наведываются в гости нечасто. Павел Алексеевич 18-летним парнем попал на фронт в 44-м. Боевое крещение Салдинец принял на территории Латвии. Оттуда дошёл до Берлина, где и поставил точку в своей личной войне с фашизмом. Войне, которая каждую ночь возвращается к нему во снах. Лягу спать и всё показывается мне в эти войны. 11 участников войны и 245 тружеников тыла в СМПО в апрельские и майские дни встречали цеховые делегации, которые пришли в дом каждого ветерана с подарками, цветами, открытками и искренними словами благодарности и восхищения за мужество, стойкость и величие духа. И, конечно, с пожеланиями прожить как можно дольше, чтобы встретить ещё не одну победную весну.